Субтитры сделал DimaTorzok И учитывая то, что здесь нельзя бэктрекить, как в первом или втором Metal Gear, если бы до этого я не нашел миноискатель, то моя жизнь превратилась бы в сущий ад. Эй, а это место мне кажется знакомым. Только чего-то не хватает. А вы знали, что на рации Снейка нарисован Triforce? Ах, согласитесь, было бы глупо вставлять одного и того же босса в две разных игры. Эй, возможно, новые инструкции от начальства прояснят ситуацию и... Что? У меня кончилась батарейка? Серьезно? Я летел в вертолете, мне не могли выдать чертову батарейку или другую рацию? Эй, Снейк, кончилась батарейка? Оу, факет, мы все равно тебя игнорим. Ну или так. Видимо, мы с тобой тут остались наедине, Снейк. Реально, чё за заброшенная база? Раздолбанные здания, ни одного охранника. Видимо, им забыли выдать миноискатель на КПП. Постойте, а может это... Руины Аутер Хевена? Интересно заметить тенденцию, что у Metal Gear всегда были проблемы с брифингом. Если в первых частях его было недостаточно много, то в последних брифинг занимает больше, чем геймплейная часть. Знаете, я тут вспомнил одно из своих первых знакомств серии Metal Gear через Metal Gear Solid 3. И если я правильно помню, то через полчаса первого брифинга я выключил игру с негодованием, за что ее так любят фанаты. Хотя мне все-таки кажется, что в четвертой части они слегка перегнули с этим палку, и вот она земля обетованная. Мало того, что здесь бесконечные запасы тушенки, так еще и ракеты дистанционного управления, которые, судя по всему, я снова запускаю рукой. Неужели в этом комплексе живой человек? Ник говорит, что ты должен опасаться Джона. Стоп, ты хочешь сказать, что мимо тебя проходил Ник, развязал тебя, сказал опасаться Джона, и при этом ты не предпринял ни одной попытки спастись, и все так же продолжал сидеть связанный на этом самом месте? Нет, произошло именно то, чего я так сильно боялся. Синдром Петрович распространяется слишком быстро, я не смогу его остановить. Е-е-ей, единственная батарейка на весь комплекс. Да, я так рад, что батарейки в нашем мире универсальны для любых устройств, и не имеют разных слотов или размеров. В любом случае, давайте попробуем запустить нашу шарманку. Секретный ход находится где-то на земле. Знаете, это напоминает те времена, когда сотовая связь была очень дорогой, и человек за первые 10 секунд пытался выложить всю информацию, которую он хотел сказать, потому что они были бесплатными. Хотя, не знаю, может у пилота тоже батарейка кончается. Постойте, он сказал секретный вход? То есть, вы предлагаете мне пробегать всю локацию с миноискателем миллиметр за миллиметром? Это даже грустнее, чем бить кулаком по стенам. Ну что, поехали. Опа! Дженнипер! Ты слишком далеко от меня. Радиосигнал все еще слабый. Я смотрю, он достаточно сильный для того, чтобы ты могла передать мне это сообщение. Так в чем же проблема? Так на чем мы остановились? Ах, да, ложевая миксовка. You steal me right, try, baby, right, try, like a record, baby, right, try, round, round, round. Не, ну нафиг такое веселье. Может, я должен найти подземный ход с помощью взрывчатки? Ну, почему бы и нет, она у меня все равно бесконечна. Holy fuck. Значит, все это время под мешками с песком в ямах сидели мужики с базукой, способные перенести взрыв в С4. Вау. Здесь явно должна быть какая-то шутка вроде типа того, что эти мужики настолько суровые. Но я думаю, мы обойдемся без этого. Да, еще один мужик. Вау, да это не простая базука, это гадлинг базука. Я не знаю, чему больше удивляться. Скорострельность этой пушки, выносливости снэйка или тому, что я пытался отбить ракету кулаком. И конечно же. Конечно же. Когда я залазил в инвентарь, что переключится с взрывчатки на автомат, взрывчатка исчезает с поля. Хотя, конечно, можно представить, как пока я шарюсь в инвентаре, этот мужик вылазит из своего укрытия и обезвреживает С4 голыми руками. Хорошо, хоть пока я переключаюсь, эти мешки на место не встают. Ооо, а под БТР мы мужика не увидим. И под камнями тоже. Ну что ж, остается только обойти всю эту территорию еще раз, взрывая при этом каждые мешки с песком, которые мы найдем. Тушенка у меня бесконечная, взрывчатка у меня бесконечная, так что это лишь очередное вытягивание времени из игрока на пустом месте. Другими словами. Другими словами. Хвала Аллаху, тысячи присвященникам, я нашел выход. И, конечно же, он должен был оказаться в последней локации, которую я разведывал. Хорошо, хоть не под последним мешком с песком. И... Нет. О, нет. Мне кажется ли, игра просто сменяет одну пытку другой. Оу. Это было быстрее, чем я думал. Но это был явно оверкил. Ха, так вот зачем нужна была эта дверь, да? Оооо. Ух ты, брызги. А я раньше никогда их не замечал. Ну и, конечно же, подводный туннель. Идеальное начало, не правда ли? Боже, мне так нравится, как Снэйк ползает под эту музыку. Прям так... Особенно забавно, когда он ползает на месте. Ну давай, Снэйк, ставь С4. Ну? Странно. Я точно помню, что в положении лёжа я ложил С4. И в инвентаре у меня её как вещи нету. Давайте-ка попробуем ещё раз. Нет, всё ещё машу ножом. Хотя есть у меня тут одна нехорошая идейка. Да? Так вот, откуда пошла традиция Снэйка не стрелять в положении лёжа. А ещё и тревога, так что я, пожалуй, загружусь. Даже собственные бомбы работают против меня. Кстати, пока я полз под водой, у меня возник один интересный вопрос. Работает ли С4 под водой? О, зашибись, ещё одна дверь. Я имею в виду, я знаю, что чтобы С4 взорвалась, между контактами должна пройти искра или что-то вроде того. Я гуглил этот вопрос, но адекватного ответа так и не нашёл. Одни говорят, что взорвётся. Другие говорят, что чтобы она взорвалась, нужно запечатать её внутри непроницаемого контейнера. Так что я в небольшом замешательстве. Брызги! Нет, ну я до сих пор не могу понять, зачем канализации нужна такая строгая система охраны. Как будто тех двух железных дверей было недостаточно. Надо было ещё мины с искусственным интеллектом туда прилепить. И какой-то странный робо-пылесос. Давай, Снэйк, я знаю, что ты сможешь. Ненавижу высчитывать правильный тайминг. Короче, Джеронимо! Оу, е! А, фак! И десять миномётов сверху. Да это самая хорошо охраняемая канализация, которую когда-либо видел. И люди. А я говорил, что у меня кончились патроны от пистолета, нет? У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у Хе, интересно, кто это обо мне вспомнил? Лейтенант! Меня захватили в поезде, но я установил передатчик! Какого хрена тут написано? Нет, серьёзно, о каком передатчике идёт речь? Иии... Я думал, что его захватили в джунглях. Ага! Я уловил паттерн! Походу, это музыка перехода на другой уровень. Очень раздражающая музыка перехода в другой уровень. И походу я наткнулся на вагончик, где солдаты втихаря отлынивают от работы. Ну вот, а я жаловался, что игре не хватает реализма. Только меня слегка смущает отсутствие двери на противоположной стороне комнаты. Это же как-никак прицепной вагон. Ай, блин, на автомате же нет глушителя! А пофиг, мы просто пойдём в другой вагон. Я так и думал. А поезд начинает двигаться. Вау, второй вызов по рации за минуту? Да сегодня прям праздник какой-то! На поезде нет никаких ловушек! Эээ... Окей, не знаю почему... Но мне кажется, что я где-то это уже слышал. Эээ... И где тревога? А это ещё что за хрена тени на полу? Надеюсь, это не ловушки мгновенной смерти? И пока я остаюсь здесь и пытаюсь выяснить паттерны у этих... Чего бы то ни было. Хочу заметить, что мне очень, очень нравится музыка в этом уровне. Да и вообще, мне кажется, что если бы игра начиналась с этого, возможно, мои впечатления об игре были бы не такими отрицательными. Я имею ввиду, дизайн этого уровня вполне лаги... Ай! Ага! Походу, эти штуки действуют так же, как электрическое поле из первой части. Ух ты! Вагончики! И музыка так прикольно затихает. Это напомнило мне об одном любимом уровне из... Очень, очень любимой игры. Лейтенант, я в третьем вагоне и тут нет никаких врагов! Слушай, ну вот сейчас... Ты реально палишься! Прям... На уровне... I'm over there! Палишься. Ты попал в ловушку! Ха-ха-ха! Я же говорил, что Ник ведёт себя подозрительно. Умри, предатель! У-у-у-у-у-упс! Окей, на случай если это финальный босс и после него пояс начнёт волшебным образом взорваться... На всякий случай я произведу что в этой комнате. Уууу патроны! окей игра это было очень подло но тем не менее вспомните через какой ад мне пришлось пройти в первой части игры ну что готовься ник теперь мне есть самое смертельное оружие в игре не побоюсь им воспользоваться и ты умер это было антиклиматично но спасибо за тушенку я думаю я же тебя только что убил по ходу этой им постеры которые косят под ника и возможно он не такой уж и плохой парень правда его сообщения по рации оставляют желать лучшего но возможно это просто хреновый перевод знаете я в реале то боялся упасть в эти сцепления между вагончиками и эта игра решила перевести мою фобию совершенно новый уровень почему-то у меня такое ощущение что я здесь уже был о привет роутер x-ray камера теперь я смогу смотреть на голые тела солдат больно надо и я не знаю порой мне кажется что эту игру делали две группы совершенно разных людей одни это закоренелые фанаты первого металл гира которые хотели сделать достойное ему продолжение авторы и просто срубали бабло на халяву должен подобрать ключа факт и время для эпической битвы с охранниками но вы чего ожидали может не надо звякнуть нику чтобы он открыл дверь поторопись я прячусь от охранника пока с тобой разговариваю и ирония заключалась в том что ни одна из моих ключ карт так и не подошла к этой двери кстати тут немного задумался по поводу этих ключ карт и смены локаций вам не кажется это странным ну то что двери на базе в пустыне в джунглях в лодке и в этом поезде открываются одними и теми же ключ картами эм джон это ты спрыгни с поезда между вагончиками когда он остановится но это звучит как полезный совет эй новая ключ карт оу так вот в чем было дело а да факт так вот помните что я говорил что здесь нельзя возвращаться назад теперь давайте на секунду представим что игрок очередной раз умирает какой-нибудь глупости да что-то вроде этого и потом он начинает двигаться напрямую к цели наивно надеюсь на то что вещь уже лежит у него в нументаре в итоге через пару уровней он обнаруживает что у него нет вещи необходимые для адекватного прохождения этой игры я имею ввиду представьте чтобы было со мной если бы у меня не было миноискателя в пустыне значит ли это что я не могу пройти игру дальше нет добавляет лето фрустрации во время прохождения еще как добавляет у эпическая сцена сражения ах этот пафос эй это же джон лейтенант быстрее развяжи меня конечно джон мы своих в беде не бросаем солиманская ты борода с нейк что ты делаешь Лейтенант, быстрей! Развяжи меня! Окей. Черт, это было бы так пафосно! И не менее смешно. Ладно, давай. Удиви меня, что ты не настоящий Джон Тернер. Я не Джон Тернер. Я шпион. Да не может быть, блин. Как же я, черт подери, сразу не догадался. Ну-ка, в какой раз Металгири подменяют заложника? В третий? О, пардон, в четвертый. Спасибо. Я удивлен, что ты зашел так далеко. Готовься к смерти. Это ты готовься к смерти, ублюдок. За все эти дырки в полу я из тебя решето сделаю и потом на голову повешу в качестве трофея. И он умер. Да блин, что не так с этим боссом? Я диалог-то еле до конца успел прочитать. Оу, нам дали экзоскелет? Найс. Теперь я буду разбрасывать врагов направо и налево. Акифакинг Спейс Марин. Ты перешел дорогу к обаму на твердому змею. И теперь будешь уничтожен. Во славу тушенки! Окей, я явно перестарался в конце. Судя по всему, поезд остановился и пора двигаться дальше. Ну, должен был же я когда-нибудь ставить его в свой летсплей. Итак, после долгого перерыва с вами был Лазар. Ставьте лайки, пишите комментарии. Я их обязательно прочитаю. Спасибо всем за терпеливые ожидания. Следующий выпуск, к сожалению, скорее всего будет только через месяц. Но я постараюсь скрасить ваши ожидания какими-нибудь вкусными кастами или другими видюшками. Оставайтесь с нами и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok